Всем привет! Сегодня я представляю вам мою старую лекцию и несколько лет на тему ошибки при выборе недвижимости. Речь идет о курортной зарубежной недвижимости, об ошибках, которые обидные, дорогостоящие, очень неприятные. Возможно, мой рассказ поможет вам избежать таких ошибок. А если нет, то просто посмеяться над интересными ситуациями. Итак, вперед! Я бы хотел поговорить о типичных ошибках, которые допускают покупатели при выборе курортных апартаментов. Тема состоит из двух крупных разделов. Ошибки при выборе места и ошибки при выборе комплекса апартаментов. А сейчас в первой части давайте поговорим об ошибках при выборе места. Итак, какое должно быть место, на котором расположен комплекс апартаментов, чтобы это место удовлетворяло своему назначению. То есть, чтобы апартамент, купленный здесь, позволял вам полноценно пользоваться, получать удовольствие, развлекаться и так далее. Мы говорим о море в Болгарии. Значит, поэтому первый пункт это пляж. Во-первых, он должен быть в принципе. Но это не всегда. То есть, Болгарское побережье имеет множество пляжей, но это не значит, что все сотни километров побережья состоят из песка и удобного захода в море. Пляж должен быть в принципе. То есть, если у вас комплекс находится даже там в 50 метрах от моря, это не значит, что он находится в 50 метрах от пляжа. И примеров есть огромное количество. Значит, в свое время была популярная такая обманка. Людям говорили, да, да, тут скала, вот никакого пляжа нет, но мы его намоем. Мы намоем пляж. Намыть пляж в принципе можно. Там, где позволяет рельеф береговой полосы, там, где позволяет дно. Если у тебя дно состоит из обломков скал, острых камней, ничего ты там никогда не намоешь. Если это выступ, дуга обращенная к морю, ты тоже там никогда ничего не намоешь. То есть, есть определенные требования, определенные возможности, где можно это сделать, где нельзя. Поэтому, если пляжа нет, вы вот приходите, пляжа нет, он говорит, нет, но мы его намоем. Он будет, это есть в плане общины, все это будет сделано. Значит, ну разворачивайтесь, уходите. Вот когда намоете, мы придем. То есть, это абсолютно ерунда. Но это очень популярная тема, которую очень много людей купили себе апартаменты, именно в ожидании намывки пляжа. И так его не дождались. Значит, второй пункт, это когда вам предлагается что-то, что находится не непосредственно у моря, у пляжа, а в некотором отдалении. Вот было исследование и была статистика в свое время собрана. Если путь до моря превышает 8 минут пешком, то пользоваться морем реально вы или не будете вообще, или будете очень редко. Еще раз, вот пешком, летом, в жару, возможно с детьми, вы должны будете идти до пляжа. Если брать вот Солнечный берег, в свое время у нас был апартамент семейный на третьей линии, это за внутренней дорогой комплекса. И у нас было 6 минут, 6 минут пешком по секундомеру. И мы ходили, но сначала первый там энтузиазм был, да, мы каждый день ходили, но это был один поход в день. Бегать туда по несколько раз как-то вот тоже не собирались. А постепенно мы просто перестали, это перестал быть ежедневный поход, это уже было не так весело. Но 6 минут, это еще нормально. Если же у вас вот на Солнечном берегу, то он же есть там за дорогой магистральной, которая за дорогой республиканской, это порядка 20-25 минут пешком. Вот это значит, что вы пляжем реально пользоваться не будете. То есть это уже очень далеко. Это не говоря о случаях, когда там еще не по прямой, не по тротуару, а когда еще рельеф какой-то. И опять же, что это за пляж, чей это пляж. Это, так сказать, ну очень много вопросов. Поэтому, покупая апартамент и имея в виду, что вы на море и что вы захотите купаться, вы пешочком, ножками пройдите и посмотрите, куда вы будете ходить, как вы будете ходить и как долго это время займет. И если это вот 20 минут, ну поверьте, что вы не будете пользоваться ни морем, ни пляжем. То есть это будет эпизодически. Дальше. Второй, помимо пляжа, ладно, у вас комплекс может стоять прямо на море. Вот он, пляж есть, вот он, море есть. Дальше. Расвлекалка. То есть вы приезжаете, ну да, вот ваш день. Вы проснулись там позавтракали, вы сходили на море, испутнулись. Что дальше? Вот вечер. Вечером уже, ну какое море. Уже все. Вечер долгий, теплый, томный. Чем заниматься? Вот в своем комплексе, вы все возможности там и бассейна посидеть, в местной забегаловке посидеть. Вы за первые два дня пребывания, вы все исчерпали. Дальше что? Одно дело, если вы находитесь, да вот, ну я беру Солнечный берег, я его не рекламирую на таком случае, просто как пример, который я хорошо знаю. Да, у вас комплекс на Солнечном берегу, в некоторой зоне досягаемости до променада, до вот этого отеля Рилла, вот этого променада. Тогда у вас проблем никаких нет с развлекалкой. Вот тебе клубы, вот тебе казино, вот тебе множество заведений, вот тебе всякие там и для детей, и для взрослых, для всех, для всех, для всех. То есть там есть, там все организовано для вас. То есть вы себе голову не забиваете, то есть там вот на Солнечном берегу мы проводили там летом, по два месяца проводили и два месяца скучного вообще не было. То есть там, ну я казино, каждый развлекается как может, но для этого развлечения должны быть соответствующие условия. И эти условия, опять же, должны находиться в некоторой пешей доступности. То есть, если у вас комплекс, да, вот хороший, великолепный, прямо на море, прямо у пляжа, один и ничего кругом. Вот пешком никуда не дойдешь. Вы поймете скоро, что это не хороший вариант. А вот, если вас убеждали, да что ты, там же вот на этом Солнечном берегу, там же шумно, там же вот толпы людей, там же, а вот тут у нас мы уединенные, у нас тут хорошо и вот так вот великолепно. Это все лапша на ваши уши. То есть, через неделю вы соскучитесь, через две недели будете быть волком, вот будете брать такси каждый вечер и уезжать на этот самый Солнечный берег, вот, который вы ругали, чтобы там вот погрузиться в эту самую толпу, в эту самую развлекалку. Если вы сам вот такой малахольный, вы приезжаете, да, ну, я вот приеду, я буду два месяца там или месяц буду лежать, ничего не делать, просто на солнце греться и все отдыхать в тишине. Да, у вас есть родственники, дети, все, которым вот этот ваш малахольный образ жизни, он может не понравится. То есть, вот такой вариант уединенного, это хорошо для отеля. Вот отель, я на неделю туда вот ушел от мира оградясь, вот, это отлично. Для комплекса апартаментов, где вы будете проводить долгое время, там, месяц, больше месяца, там, сказать, по два-три, это не вариант, это неудачно. Потом следующее. Предположим, да, вот у вас комплекс вроде рядом с центром цивилизации, с каким-то там, сказать, досягаемости, вроде и вот тебе и море, вот и искупаться, все хорошо. Но, есть еще одни риски. Эти риски связаны с инфраструктурой, инфраструктурные риски. Например, запах. Я знаю два примера, причем они такие выдающиеся примеры. Один, между Светивласом и Эленитой, на границе Светивласа, был построен один очень-очень хороший комплекс, там, ну, все-все-все, с такими понтами, наворотами и так далее. Непосредственно на море, там, у них и зайти искупаться, и все хорошо. Но, проблемка в том, что Элените, это во времен социализма, это было просто там санатории, ведомственные были, силовых ведомств. Это был очень маленький такой курортный, даже не поселочек, там не было постоянно жилья, там были отели, вот эти пансионаты, пару штук. И то есть там несколько сотен человек летом отдыхали. Соответственно, канализация оттуда качалась в Светивлас. И вот на границе Светивласа были маленькие, совсем маленькие очистные сооружения, которые вот локальные такие, которые вот обслуживали вот этот Элените. И, соответственно, после того, как наступили наши времена, Элените разрослось. То есть между Эленитой и Власом появились там на тысяч на десять комплексы, тысяч на десять человек. В самом Элените тоже пять-шесть тысяч человек летом. Сейчас это от десяти до пятнадцати тысяч человек курортная зона. А при том, что очистные сооружения остались те же самые. Они там, да, поставили там обогу немножко подновили, все, они справляются в принципе. Но в июле и августе они работают на пределе своих возможностей. Дорогой, крутой, навороченный комплекс, он был построен вот в непосредственной близости от неприметного домика, на котором написано предшествовательная станция Элените. Вот такая неприятность. Вот как июль-август, там на машине мимо проезжаешь и вот в машине пахнет. А в этом комплексе там просто запах амбре, нон-стоп, июль-август. Соответственно, если ты приезжаешь в мае-июне, ты приходишь, ой, ой, как красиво, ой, как хорошо это все. Ну, просто полный супер. Да, ты покупаешь, ты доволен, там бешеные деньги платишь, все, купил. Наступает август месяц, все приезжают в Элените, все приезжают в комплексы между Элените и Власом, и у тебя начинается амбре. И с этим ты ничего не сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. То есть, ну, у тебя остается надеяться, что когда-то, может быть, построят другие очистные сооружения, но их негде строить. Там лев, там горы и море. Между горами и морем есть вот узкая вот эта полоска. То есть, вариантов нет. То есть, ты обречен на это. И просто вот так. Другой пример аналогичный. Это между Радой и Ахиллоем. Ближе к Ахиллою. Там очистные сооружения всего Солнечного берега. Они все модернизированные, большие, хорошие. Там полный супер. Что получается? То же самое июль-август. Там немножко много народу на Солнечном берегу. И немножко они начинают издавать запах. Вот эти очистные сооружения. И там аккурат в этом самом Ахиллое кто-то умудрился построить на самом берегу моря. Гигантский каменный город там построили. И пляж у них якобы есть. И вот якобы все там у них хорошо. И спал какое-то. Еще что-то. Ну, выдумывали всякого. И запах. Июль-август. Пожалуйста, там пахнет. В свое время просто я общался. В этих кругах вращался как бы по бизнесу. Там был такой интересный момент, что возили автобусами. То есть, агентство. Там они давали бешеный процент агентствам. За продажу там 25-30 процентов было. Ввиду особенностей комплекса. И вот агентство грузит автобус со страждущими. Вот. И возят, показывают их в курсе. Ждет звонка. Вот с комплекса позвонили. Все. Ветер сменился. Все. Запах нет. Все. Они повезли осматривать. Вот когда ветер подул в другую сторону с очистных. Ну, все. Там какие осмотры. Там уже не смотреть, там нюхать надо. Вот такой нюанс. Еще нюанс есть. Тоже интересный. Был один комплекс тоже с такими спонтами, с наворотами. Все. Реклама была на берегу живописной речки. То есть, рядом с морем и на берегу живописной речки. Действительно, вот фотографии. Действительно, там вот речка. Какие-то там травка. И вот прямо у тебя пляж и море. И люди покупали. Но. Есть два нюанса. Во-первых, речка несет с полей неизвестно что. Там гербициды, пестициды. Ну, что-то несет. Соответственно, там, в месте, где речка впадает в море, там защищенная зона, в которой нельзя купаться. То есть, ты находишься у моря, но на пляж тебе надо куда-то подальше. Это одно. А во-вторых, комары. То есть, там просто полчища комаров, благодаря вот этой самой речке. То есть, если там на море комаров как бы их мало, комары на соленой воде не очень. А вот на речке, да с камышами, да с травкой, там вот этих комаров просто видимо-невидимо. И люди, которые вот этот момент не оценили, они потом уже купив, имели полную возможность все это на себе прочувствовать. Вот это все говорит о чем? Что июль, август, вот вы приезжаете, вы смотрите, вы внимательно на себе все это должны прочувствовать. То есть, покупать что-то по рекламе в интернет, не побывав на месте. Или там приехав вне сезона, когда-то вот вы приехали там в мае или на майские праздники, вы приехали недвижимость покупать. Глупость полная. Надо летом. Вот вы приехали в отель где-то отдохнуть, сняли и параллельно вы занимаетесь. И вот пик сезона, вы тогда увидите, сколько там народу, есть ли там перенаселенность какая-то, что там с пляжем, реально чистый ли пляж или не очень чистый, что там с запахами, что там с инфраструктурой, со всей, что там с транспортом, можно ли проехать или нельзя проехать. Опять же, те же самые комары и так далее. То есть, вы будете сами, вы будете отдыхать, приезжать вот июнь, июль, август, скорее июль, август. Соответственно, в это же время надо и выбирать, в это же время надо и смотреть своими ножками на пляж пройтись, самому там посидеть, поездить, походить и иметь ощущение, как это будет на самом деле. А не так, как это написано там в рекламе. Вот ты по интернету, по рекламе кое-какая картинка, вот тебе и пляж, вот тебе и все купил и потом нюхал. Есть еще один нюанс. Вот все хорошо, вот комаров нету, ничем не пахнет, вот тебе море, вот тебе инфраструктуру, все хорошо, рельеф. В Болгарии есть некоторые места, где горы подходят к морю. Или просто там какие-то холмы и так далее. Соответственно, есть особенности рельефа. И вот я знал один комплекс. Там он был сделан террасами, буквально террасами, спускаясь в море. Соответственно, вот из верхних, там дома такие малоэтажные, типа коттеджи, вот сверху опуститься вниз, там угол 45 градусов. Вот сверху опуститься вниз, это было, ну так по ступенькам, поход такой. Но это еще ничего. Потом ты на пляже лежишь, ты там, так сказать, ну два часа проводишь, весь накупался, тебя напекло хорошенько. После этого ты по этим ступенькам поднимаешься под углом 45 градусов, там 200 метров в гору. Да, вот сколько тебе лет, какое у тебя состояние здоровья, сколько тебе лет будет там через 10 лет и как ты будешь вот это все выдерживать. Да, там пишется в рекламе, что ой, да там будут вот кары, электрокары будут возить бесплатно, все это ерунда. Это даже меняет. Они будут, пока не продан последний апартамент, будут вам электрокары бесплатно возить. После этого все это закончится. Учитывайте свой возраст, свое физическое состояние, смотрите на некоторое будущее, будете ли вы родителей привозить туда, что с вами самими будет там через 10 лет. Вот, то есть это покупка длительная. И если там рельеф вот такой, вот 45 градусов и все, то есть это не для вас. Это вообще не для кого. То есть там или должен быть реальный подъемник, вот есть отели, при социализме об этом думали, да, вот есть отели, да, там вот такой рельеф, но там есть лифт, опускающий народ на пляж и поднимающийся с пляж. Да, это все сделано. Если этого не сделано, это никогда не будет сделано. Комплекс апартаментов это не отель. Там никто ничего вкладывать после продажи комплекса не будет, ни копейки. Соответственно, вы должны понимать, как вы этим будете пользоваться сейчас и на некоторую перспективу. Значит, на этом про место заканчиваем. И во второй части про выбор конкретного комплекса будут рассмотрены вопросы там архитектуры, размеров комплекса, предлагаемых комплексом услуг и тому подобных вещей. На этом первая часть окончена. Смотрите вторую часть, выложу скоро про лебедей это на основном канале. Там есть очень подробные съемки про жизнь лебедей на озере, редкие кадры. Если интересуетесь этими птицами, пожалуйста, туда. А на этом канале есть ролик про то, как агентства недвижимости дурят своих клиентов, какие методики применяют, рекомендую посмотреть. На этом первая часть окончена. Пока-пока. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, собраны, целеустремленны и успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok